В одной из социальных сетей звучит как лёгкий и независимый. Именно так. Это вашему творческому образу, это в общем-то соответствует. А в жизни вы такой же? Ну я стараюсь, чтобы это соответствовало социальному, потому что прежде чем открыть какую-нибудь дверь, я всегда думаю, как я буду оттуда выходить. Поэтому, когда мне зовут, неважно, по партийному признаку, по политическому мнению, айда с нами, я всегда такую занимаю позицию независимую, потому что хотелось бы позволить себе роскошь, иметь своё мнение. А вот любая ошибка, ты как-то так немножко неправильно открыл дверь, и потом ты уже не можешь выйти назад, потому что всё, ты уже влип. Поэтому лёгкий, да, а независимым быть стараюсь. Но на самом деле это всё опять же из интермедии Жванецкого, коротенького рассказа, звучит он 30 секунд, поэтому я его лучше весь расскажу. Вы пробовали зашвырнуть комара? Он не летит, куда его бросать? Нет, он летит, но сам по себе и плюёт на вас. Вывод, надо быть лёгким и независимым. Очень неправильно. Вот при всей лёгкости вам, вы работали и барменом, и грузчиком. Ну там лёгкость тоже нужна, я хочу сказать. Помощником ПОПРа, правильно? Да, зампроизводства я работаю, зампроизводства. Вы знаете, что такое настоящий физический труд? Да. И вот из вашего личного опыта на пути к успеху в процентном соотношении, если бы вы определили, что больше влияет на конечную цель, на итоговую, на успех, то бишь… Желание. Желание. Заниматься этим делать. Именно своё желание. Тебе должно это нравиться самому. То есть труд, всё-таки труд, нежели удача. Удача должна тоже сопутствовать в любом деле. И, конечно, на мой взгляд, самым естественным и благородным является физический труд для мужчин, такой крепкий такой. А для аллергии? Что-то у них есть в этих мужиках, в характере есть такое. Знаете, они не такие многословные, как я, но зато они очень настоящие. Есть там. Там больше настоящих, чем в бизнес-сфере. Это точно. И особенно в артистической. Тут вообще мужчина, актёр, он немножко меньше, чем мужчина. Вот женщина-актриса, она чуть выше, чем женщина. Мне так кажется, так вот устроен мир, потому что это женская профессия, на самом деле. Но есть люди. Ну, первый, там, скажем, Олег Басилашвили. Но никак он у меня с… Нет к нему никаких вот претензий, слова не то. Человек, который лишён этих недостатков и который уже в профессии, показал, насколько глубоко он к ней относится. Евгений Лебедев был такой, старый школа. Ну и вот молодые ребята, которые… Как они молодые? Они моложе меня, но они… Владимир Машков, Миронов Евгений, Маковецкий Сергей. Это мастера уже, которых нельзя упрекнуть. Ну что же у мужчин актёрством занимается? Их так нельзя упрекнуть. А так начинающие… Вот своей дочери, у меня дочери 20 лет. Она, естественно, бредит театром, и там актёры рядом. Ну не очень мне хочется, чтобы спутником стал актёр. И понятно, что там тоже порядочные люди могут встретиться по человеческим качествам. Но шансов значительно меньше, чем… То есть Виола должна будет привезти папе сначала жениха, да? Нет, женихи по определению пройдут через папу, и тут будет кастинг посерьёзнее, чем в программу «Дом-2» попасть. А кого мы ждём? Да-да, какой кастинг? Что? Нет, ну, во-первых, мы ждём, чтобы ей понравилось вначале. Пока на дружеской основе я не вмешиваюсь пока. Или так, увлечения… А если музыкант будет? Ну, Лев Затурчин. Музыкант лучше уже, чем… А если журналист? Журналист замечательно, но как друг. Добрый день, друзья. Недобрый день во мне, други. 22 марта, 65, Валерий Сюткин. Знаю его давно. Очень люблю не только как музыканта, но прежде всего как собеседник. Он – подарок для интервьюера. Не устану это повторять. И несколько отрывков из разных интервью. Приготовил. Буду спамить здесь. Одно за другим размещать.